Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И в гостях у меня сегодня представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского университета, кафедры религиоведения, исполняющий обязанности, заведующий этой кафедры, кандидат философских наук Кузьмина Елена Владиславовна, и доцент этой кафедры, кандидат философских наук Токранов Александр Владимирович. Добрый день, уважаемые гости! Добрый день! Добрый день! И я пригласил вас сегодня на разговор, который условно обозначил так. «Наука и вера. Их тонкие, порой не вмещающие в ум человеческий взаимосвязи». В этой студии, в общем, мой опыт первый, когда разговариваю я с теологами Казанского университета, и поэтому, прежде чем мы перейдем к самому вкусному, на мой взгляд, вот в эти взаимосвязи, не вмещающие в ум, коротко прошу представить вашу кафедру, когда она организовалась, какие потребности вызвали к жизни ее появление. Елена Владиславовна, вам слово. Сама кафедра религиоведения была организована в 2007 году, тогда еще в составе философского факультета, не института социально-философского наук философского факультета. Изначально набор шел только на бакалавриат по религиоведению, спустя определенное время, уже в 2013 году у нас открылось направление подготовки теологии, магистратуру по религиоведению, тоже двумя годами раньше, и сейчас у нас кафедра реализует полный цикл направления подготовки по религиоведению, это бакалавриат, магистратура и аспирантура, и у нас также ведется подготовка по теологии, это бакалавриат и магистратура, христианский и исламский профиль, то есть у нас достаточно много интересных направлений на кафедре реализуется. Религиоведение и теология в светском ВУЗе, очень часто можно услышать вопросы от коллег, что это такое, и чем они отличаются, два эти направления, религиоведение и теология. Если кратко, ну совсем, да, очень схематично говорить, религиоведение, это, во-первых, и религиоведение и теология, это светские науки, да, потому что мы в светском ВУЗе их реализация осуществляется, религиоведение это светское изучение, многообразие религиозных, исторических и современных форм, теология это более узкое, да, направленное на глубокое изучение догматики, истории, современности, одной определенной конфессии, но, повторяюсь, и то, и другое подразумевает такой светский подход к изучению. То есть ваша задача была готовить специалистов светских для взаимодействия с религиозными общинами, существующими в Патерстане и в России? В том числе, да, потому что у нас профиль теологии в бакалавриате, он так и называется, да, профиль государственно-конфессиональные отношения, то есть подразумевается, что мы готовим не священнослужителей, да, мы как светский ВУЗ это не можем делать и не должны. В первую очередь, да, это специалист, который глубоко разбирается в правилах, нормах, знает вероучение конкретной конфессии и владеет навыками анализа, мониторинга современной религиозной ситуации, государственно-конфессиональных отношений, и действительно, это вот такой посредник, да, между государством и религиозными институтами. То есть, ваша специализация, это все-таки госслужащие в основном? Ну, да, у нас достаточно много выпускников, которые уходят или в силовые структуры, или в госорганы, да, вот посмотреть, опять-таки, на сотрудников исполкома, которые занимаются работой с религиозными организациями в городе Казани, там очень много наших ребят, то есть, да, это в том числе наша задача, когда они сталкиваются с религиозной общиной, они, как минимум, имеют общий языковой багаж, они понимают друг друга, как минимум, на этом уровне, могут понять друг друга. Спасибо большое. Вот смотрите, отечественная наука, включая ту, что представлено в Казанском университете, она ведь густо замерзана на таких материалистических, марсистко-ленинских представлениях о бытие, да? И вот когда появилась ваша кафедра, ваше направление, вы почувствовали скепсис со стороны коллег по научно-образовательному цеху? И если да, то меняется ли это отношение со временем? Александр, старейший не по возрасту, но по стажу преподавания на нашей кафедре. Да, ну, действительно, такая проблема есть. Здесь нужно еще подчеркнуть, что, в принципе, все мы, сотрудники кафедры религоведения, сейчас преподающие, в том числе и теологические дисциплины, и коллеги из других кафедр, в общем-то, вышли из одной кафедры философии, в общем, университетской. И в этом отношении бэкграунд у нас, в каком-то смысле, общий. И в этом отношении, действительно, со стороны некоторых коллег можно увидеть такое немножко ироническое отношение к теологии. Сказать, что оно как-то меняется, да нет, я бы не сказал. Мы скорее сосуществуем в каких-то вот таких параллельных реальностях. То есть коллеги одни остаются при своем, мы остаемся при своем. Но надо сказать, что вот какой-то непреодолимой преграды между вот этими двумя мировоззрениями, скажем так, нет. То есть, если человек готов, он вполне может понять теологию, он вполне может найти общий язык с теологом, с верующим, даже оставаясь вот на этих марксистских, скажем так, атеистических позициях. У нас в том числе и такие преподаватели были в истории нашей кафедры. Поэтому здесь, да, вот действительно, еще раз следует подчеркнуть, что теология в Казанском университете и в любом государственном возе – это светская дисциплина. И у нас учатся в том числе, то есть на христианской теологии, например, да, или у нас могут учиться представители ислама. У нас есть ребята вообще атеисты, которые приходят сюда для того, чтобы лучше понять религию, для того, чтобы лучше понять, что это такое. И надо сказать, им очень интересно это. Они продолжают учебу в магистратуре, что, мне кажется, о многом говорит. С другой стороны, на исламской теологии может учиться православный человек, даже священнослужитель русской православной церкви. Он туда идет для того, чтобы понять лучше другую конфессию, для того, чтобы как раз найти тот самый общий язык, о котором вы говорили. То есть здесь, мне кажется, дело не в деграунде, не в марксистских убеждениях или в том, что человек воспитывался в рамках марксистской философии, а дело как раз в готовности понимать другого, в готовности вступить в диалог с чуждым, может быть, себе мировоззрением. И если человек рассматривает иного, как диалог с другим, как возможность расширить свой собственный опыт, то это одно, и он может оставаться на своих позициях. И это даже будет интересно. Но если он закрыт, то здесь, конечно, никакого диалога получиться не может. К сожалению, такая ситуация есть. Да, но здесь, опять же, я бы хотел сказать, что теология в Казанском университете появилась не по нашей инициативе, то есть не по инициативе кафедры. Как, кстати говоря, и религиоведение, вот Елена Заславовна об этом не упомянула, но, тем не менее, инициатива открытия этих направлений была от аппарата президента республики Татарстан. То есть государству, в данном случае, Татарстану, были нужны как раз специалисты для взаимодействия с религиозными организациями. Хотя еще до этого, еще в начале нулевых годов, высказывалась идея, в том числе, Марат Борисовичем Садыковым, долгое время заведовавшим кафедрой философии, кстати говоря, человеком, глубоко убежденным марксистом. Он мне преподавал. Да, вот вы помните его. Ну, блестящий, конечно, философ, блестящий преподаватель. Он поддерживал эту идею, и впоследствии вот директор Института социально-философских наук Михаил Дмитриевич Щелкунов эту идею существил. Но, еще раз повторюсь, вот как бы импульс, идея была не от нас, а от государственных структур. И вы были вынуждены тяжелыми обстоятельствами под давлением государства. Нет, не то чтобы вынуждены, но здесь мы, да, действительно, вот в каком-то смысле должны были, да, вот эту вот потребность общества, потребность государства, как-то какой-то ответ на нее дать. А потом втянулись. А потом втянулись, совершенно верно. Да, у нас работают, на самом деле, самые разные люди. Они не являются выпускниками, там, духовных учебных заведений, многие из них, да, они тоже вот воспитывались в рамках этих марксистских парадигм, да. А вот вера — это глубоко личное переживание. Вот вы сами верующие, каждый из вас? Ну, да, здесь, в общем-то, нужно сказать, что вот… Догмат веры перед камерой произнести не постесняетесь? Нет, ну, это, наверное, лишнее, я думаю. Ну, вот, все-таки мы здесь выступаем как ученые, вот, а не как проповедники. Вот, ну, действительно, личная вера, она очень важна, как мне кажется, да, то есть это дает возможность ближе соприкоснуться с изучаемой реальностью. Я к чему веду? Я, у меня вот что интересно, ваш личный религиозный опыт, а это глубоко личное переживание, как он влияет на вашу научную деятельность? Вот вы можете в качестве, как пример привести, вот, ну, не знаю, вдохновение? По этому поводу я понимаю, что сфера далекая, но вот у меня, в общем, пример Фарадея понравился, да, когда он человек, который глубоко религиозный, он был в одной из реформатских церквей английских, шотландских, там у них вообще была такая очень интересная. И он, вдохновляясь священными писаниями, размышляя об этом, плюс размышляя о проблемах физики тогдашней, 19 века, да, вот он электромагнитный, закон электромагнитного, я не могу сейчас буквально сказать, Ну, в общем, сделал свое открытие, которое потом электродвигатели в современную цивилизацию воплотились. Вот у вас такой опыт был, когда вы, вдохновляясь священными текстами, например, находили что-то, что в науке, в лекциях, в общении? Ну, здесь, прежде чем вот про личный опыт говорить, я бы сначала сказал, что вообще вот в принципе, да, религиоведение и теология, безусловно, такой опыт предполагают. И если вот физики, да, те примеры, которые вы привели, в общем-то, там связь между религиозной верой и предметом, объектом исследования, физика, другого представителя естественных наук. Она такая, ну, скажем так, гораздо более опосредованная, нежели связь между личной верой или каким-то личным религиозным опытом, способностью воспринимать, вот, скажем так, да, способностью воспринимать этот опыт. Она, конечно, здесь гораздо более непосредственная. И, наверное, я бы здесь согласился с мнением тех религиоведов, которые считают, что, ну вот, адекватное изучение религии без, ну, если не религиозного, личного опыта, то, по крайней мере, готовности и способности воспринимать этот опыт, так сказать, путем эмпатии, чужой религиозной. Ну, в принципе, ну, не то, чтобы невозможно совсем, но оно, скажем так, не может достичь вот тех сущностных, да, глубинных моментов религии, ну, которые, собственно, наука, как и любая наука пытается найти, да, как известно, задача науки в том, чтобы раскрывать сущность явления. То есть здесь вот, безусловно, этот момент, конечно, на мой взгляд, очень важен, да, и без личного опыта вообще, в принципе, здесь не то, чтобы, каких-то там отдельных открытий сложно сделать, ну, и просто даже сам этот предмет понять, даже на уровне вводном. Я хочу пояснить, наверное, тогда, когда я готовился к этой программе, и вообще мне эта тема интересна, попалась на глаза такая вещь, что молитва, например, это глубокая молитва, переживательная молитва, это, с точки зрения, например, психологии, это вход в определенное состояние сознания, измененное состояние сознания, вот, и в этом измененном состоянии сознания человека могут посещать, в том числе, прорывы тех вещах, где ему Господь наш дал талант. И Ньютон по этому поводу очень, да, Ньютон, Ньютон, по этому поводу очень интересно сказал, что перед каждым своим работой, мыслью, я вхожу в состояние молитвы, и без него у меня, в общем-то, там ничего не получается. Знакомо ли вам это состояние измененного сознания, в котором вы работаете? Перед лекциями, там, перед написанием статей, то есть, молитесь ли вы, и есть ли вы чувствуете этот эффект? Вот живое переживание, мне вот это интересно, в науке, как это с наукой. Понятно, что для верующих человека это может быть в любой сфере его деятельности, но мы в науке. Ну, честно говоря, могу про себя сказать, что, наверное, вот такой вот постоянной практики у меня нет, и такой вот прямой связи между молитвой и научной деятельностью нет. Но здесь, опять же, надо сказать, что эти различные состояния, конечно, могут достигаться самыми разными. Да, я понимаю, медитация и прочее. Медитация, да, и в этом отношении, кстати говоря, вот они могут быть доступны и, на самом деле, и нерелигиозным людям. То есть, как раз в современной, ну, уже как современной, уже много десятилетий, да, вот в атеистической среде, такой вот более, скажем так, лояльно настроенной к религии, бытует даже вот такая точка зрения, что нужно как бы оставить вот эту вот практику религии, да, вот она действительно признается многими атеистами, в том числе, что она обогащает человечество очень глубоко и, в частности, вот теми вещами, о которых вы говорите. То есть она позволяет расширить сознание, она позволяет достичь каких-то высших творческих состояний через молитву, через медитацию. Вот, ну вот, если это освободить, скажем так, вот, условно говоря, такого теологического, теистического мифа и оставить чистую практику, ну, примерно, как в буддизме, то, собственно говоря, вот, как бы, мы можем сформировать такую религию, которая, ну, точнее, мы можем убрать религию, но оставить то, скажем так, рациональное зерно, которое в ней присутствует. То есть вот эта вот практика как раз и есть то, что для иных атеистов представляется самым ценным в религии. То есть здесь, ну вот, да, ну и с другой стороны, многие религиозные люди, ну вот, все-таки, наверное, какие-то вот высшие творческие состояния, они могут, то есть работа в науке не всегда может быть связана с этими высшими религиозными состояниями, с какими-то вот такими глубокими прорывами. Часто это просто рутинная какая-то вот работа с текстами, с, да, с источниками. И вот уже в этой работе постепенно рождается та самая идея, которая ложится в основу, значит, статьи. Может быть, эта идея приходит совершенно помимо каких-либо размышлений, помимо каких-то, скажем так, усилий сама собой. Возможно, да, бывают и такие случаи, когда, ну, скажем так, вот, если все-таки закончить для меня эту тему, то, в принципе, для меня вот это вот эвристическое значение религии, личного какого-то религиозного опыта и открытости вообще. Вы должны пояснить этот термин для наших зрителей. Религиозный опыт? Эвристический. А, эвристический, ну, то есть, скажем так, способствующий творческим находкам, да, вот от слова «эврика» до известного «нашел», да. Так вот, здесь для меня это эвристическое значение веры заключается в том, что вера расширяет твои горизонты. Она позволяет более масштабно, более объемно, скажем так, смотреть на мир. Она раскрывает в нем некие новые измерения. Ну, собственно, так же, как, например, это делает, если можно привести определенную параллельно, философию. Да, вот философская система — это некое особое видение мира, некая особая перспектива, можно так сказать. И в этом отношении она дает нам новые точки зрения, она дает нам новые возможности что-то увидеть. Вот это вот самое главное, да, ведь в науке главное — это увидеть, это иметь вот ту самую ячейку в голове, которая позволит тебе оформить то многообразие опыта, которое тебе встречается. И вот религия как раз как бы дает нам какие-то дополнительные ячейки, дополнительные понятия. Она дает нам возможность увидеть в первую очередь. Елена Владиславовна, ваш эвристический опыт. Да, я здесь сидела и кивала головой, во многом соглашалась с Александром Владимировичем, потому что действительно я согласна с тем, что личное, да, даже, скажем так, вот этот термин, который употребил коллега, да, эвристический потенциал, который дает вера при познании каких-то научных истин, действительно имеет место быть, да. И здесь, может быть, я, конечно, не могу здесь говорить о каких-то высоких достижениях собственных, да, которые были получены благодаря наличию, да, вот этого личного религиозного опыта. Но если мы обратимся к истории науки, да, и посмотрим на великих ученых 20-го, части 21-го века, да, мы, в том числе, многие из этих ученых, они естествоиспытатели, да, и мы у многих найдем вот это вот очень гармоничное и продуктивное сочетание великих естественно-научных открытий, да, мы, вот вы здесь упоминали уже некоторых физиков, да, крупных, еще ряд имен мы можем перечислить, и личного интереса или личного религиозного опыта, который у этих ученых был, да, то есть это действительно мы видим, что такая корреляция и гармония есть и возможна. Да, можно я тоже добавлю, вот по поводу Ньютона, да, очень хороший пример, поскольку действительно этот величайший ученый, его религиозные убеждения, да, вот там, если мы даже абстрагируемся от молитвы, от каких-то особых состояний сознания, в которые он входил, возможно, да, вот, то он, его религиозное мировоззрение, оно очень четко коррелировало с его естественно-научным мировоззрением. Ну, во-первых, известно, вот вы уже упоминали, что вера ученых, она немножко вот такая вот своеобразная, да, неортодоксальная зачастую. Ньютон, как известно, был сознательным арианином, то есть арианство это такая вот христианская ересь, да, или гетеродоксия, как сейчас принято так более политкорректно говорить, которая утверждает, что Иисус Христос не является Богом, то есть он является сотворенным существом, то есть Сын Божий не единосущен Богу, да, казалось бы, вот, какое-то имеет отношение к физике, какое-то имеет отношение к его научным поискам. Но для Ньютона было очень важно, что Бог абсолютно един, вот, что в мире нет какой-то двойственности, что законы природы устанавливаются неким единым сознанием, и поэтому он сознательно оппонировал вот этой вот классической уже к тому времени церковной доктрине, церковному учению, что Сын Божий единосущен Отцом, то есть представляет с ним единую сущность, хотя и в разных лицах. То есть он был ближе к исламу. Да, совершенно верно, он был ближе к исламу. Вот, он, но, тем не менее, Ньютон также занимался оккультизмом, он интересовался оккультизмом, и его понятие, ну, оккультизм это не совсем религия, да, но это уже вот что-то, вот, как бы, среднее, наверное, между наукой и верой, поскольку там сочетает в себе и то, и другое элементы того, и того, и другого. Вот его понятие силы, всем физикам известное, да, которое он вводит, в общем-то, это понятие оккультизма, да, представить себе, что вещь имеет какую-то самостоятельную, скажем так, возможность самостоятельной активности, да, сознание, воспитанное на средневековой идее пассивности материи, в общем-то, просто так не могло. То есть вот путь к этой идее был, значит, у Ньютона через оккультизм. То есть вот пример, да, как уже другие моменты, да, как взаимодействует наука, и веры, как наука может быть, опять же, эвристически зависеть или эвристически питаться верой. Я хочу перейти к следующему вопросу. Елена Владиславовна, вот вы по базовому образованию физик, да, Оксан Владимирович, вы лингвист-филолог. Как и что вас привело в теологию, и как знания, полученные в рамках базового образования, это интерес ваш, там, помогают вам на нынешнем пути, в нынешней стезе, есть ли зависимость, чувствуете вы в воздухе. Вообще физики в религию приходят, в основном квантовые физики. Это очень интересная вещь, если смотреть, чем занимались Эйнштейн и его оппонент, не менее великий, Вальтер Газенберг, они всю жизнь спорили, бросает ли Бог кости или нет, да, случайность. То, что физики приходят к Богу, это, в общем-то, очевидно, попыткам понимания его, да, причем попыткам понимания не всегда артодоксальным. Вот. В вашем опыте, как это проявилось, как физика вдохновляет вас на этом пути, почему вы ушли с нее, с этой стези? Ну, да, вы упомянули здесь Газенберг, я позволю себе ремарку, а потом уже отвечу на ваш вопрос, да, у него есть такая очень известная цитата, что первый глоток из стакана естествознания делает нас атеистами, но когда мы выпьем стакан до конца, мы можем увидеть там Бога, да, то есть вот это вот интересная такая метафора, да, которая действительно подтверждает ваши слова, о том, что многие физики, занимаясь вот этими предельными вопросами, они могут прийти, да, и задуматься о личной религиозности. Да, я сама по первому образованию физик, не квантовый физик, но скорее мой путь на кафедру религиоведения, на преподавание религиоведческих теологических дисциплин, он шел через философию, да, то есть так получилось, что физика привела меня скорее в первую очередь к философии, а потом уже в рамках философии мой интерес сконцентрировался, да, и мне стало интересно и более профессионально заниматься именно философией религии. При этом, если говорить о какой-то личной религиозности, ну, с детства, в принципе, я не могу сказать, что у меня там совсем не религиозная семья или очень не религиозная, да, то есть какое-то знакомство в детстве с традицией было, но это, в принципе, не... Я не могу сказать, да, что у меня эта религиозность, она с детства вот так привита. Я, наверное, где-то тоже уже в старшие школьные или студенческие годы сама задумалась, да, о своей личной религиозной позиции, но я вот долго думала, связано ли это действительно как-то с моим интересом, да, и занятием физикой и учебой, да, на физическом факультете, ну, не знаю, может быть, вот на своем личном опыте я не могу такую прямую зависимость выстроить, что, да, вот я... Именно, естественно, научное образование привело меня к, да, этой кафедре, то есть, я повторяю, здесь, скорее, было такой... Два пути, которые сошлись в одной точке, да, это и вот какой-то личный интерес и физика, которая вначале повела меня путем философии, но это потом все сошлось, да, вот этот вот интерес философии и религии, и это одна из тем, которой я занимаюсь на кафедре, ну, и понятно, что первое базовое образование не дает мне покоя, да, поэтому вопросы о соотношении как раз науки и религии, веры, институциональные какие-то моменты, да, соотношения науки и религии, мировоззренческие, это вот то, что мне сейчас очень интересно. Да, ну... Ваш филологический... Да, честно могу сказать, что изначально я поступал на факультет иностранных языков в смысле, что язык — это такая вот, скажем так, нейтральная профессионализация, то есть она может быть применена, она может быть полезна абсолютно везде и абсолютно всегда будет востребована, ну, что, в общем, до сих пор, мы видим, так и остается. Вот, интерес к религии, интерес к теологии в то время уже сформировался, ну, во-первых, тогда в Казанском университете не было не только кафедры религиоведения, но даже кафедры принимающей, да, вот, точнее, выпускающей кафедры философии, вот, собственно, поэтому я и выбрал тогда язык, как такую вот нейтральную специальность. Ну, вот, ну, после окончания вуза, тогда это был Казанский педагогический университет, я там закончил факультет иностранных языков. Я поступил сюда в аспирантуру, вот, ну, и, собственно, в аспирантуру философскую, ну, интерес, конечно, всегда был в первую очередь к философии, связанной с религиозной тематикой. Ну, и потом уже, когда возникла кафедра религиоведения, меня туда, значит, приписали, как человека, скажем так, да, вот, имеющего опыт и интерес в этих, в этой области. Ну, а теология, ну, вот, я уже сказал, в общем-то, как она у нас появилась, после того, как открылась теология, ну, само собой мы стали заниматься теологией. То есть в этом отношении я не могу сказать, что вот опыт изучения языков или занятия там лингвистикой, они каким-то образом связаны с моими религиозными убеждениями, но я могу сказать, что, ну, точнее, да, можно здесь, конечно, сказать, что язык, вот, да, что такое вообще религиоведение, вот мы говорим своим студентам. Религиоведение — это возможность понимать различные религии, это возможность, в том числе, находить общий язык. Вот изучение языков других языков — это как раз возможность, как бы, больше потренироваться в понимании другого. Чем человек больше знает языков, тем лучше он понимает чужой опыт. Вот, может быть, в этом смысле изучение языков, нескольких языков, конечно же, помогает. И недаром у нас на кафедре и теологи, и религиоведы изучают несколько языков. Вот сколько там, четыре, по-моему, языка у нас, да, то есть два древних языка, латинский, древнегреческий, церковно-славянский, причем не религиоведы его изучают. Арабский, да, факультативный, да, то есть его изучают не вместе вот с этим, но и современные языки, там, английский, немецкий. То есть такая языковая подготовка достаточно редко встречается в университете, мне кажется, это показательно. Мне кажется, это очень важно для религиоведа и для теолога. Ну, не говоря уже о том, разумеется, что для того, чтобы понимать священные тексты классических, традиционных религий, ислама и христианства, конечно же, нужно знать языки, на котором они написаны. И в этом отношении, конечно, изучение языков для, я думаю, для любого верующего, оно, если не обязательно, то крайне желательно, я считаю. Невозможно до конца понять свою религиозную традицию, если ты не знаешь того языка, на котором написаны священные тексты этой традиции. Если разрешите, я немножко в другом ключе хотела бы продолжить эту тему, которую сейчас затронул Александр, когда он сказал, что знание языка позволяет услышать и понять другого. Здесь мне, я все со своей стороны, с точки зрения физики и естествознания, вот уже многократно упомянутый сегодня Гейзенберг, и в принципе квантовая физика, она ведь для описания закономерностей определенных реальностей, которые описывает квантовая физика, зачастую уже недостаточно вот этого объективного, сухого, формализованного языка науки, который был выработан классической механистической наукой, начиная с того же Ньютона. И сами великие физики говорят о том, что язык современной физики, где-то и биологии, возможно, естествознания, он становится более образным, более метафоричным. И отчасти, опять-таки, у того же Гейзенберга в его знаменитой статье «Естественно, научно-религиозная картина мира», где он говорит, что религиозный язык, полный образов и метафор, задающий нам целостное некое видение мира, это тот язык, который может помочь и обогатить в том числе язык естественной науки. То есть здесь уже в другом смысле религия как язык, который может помочь и как-то вдохновить уже естественную науку. Если позволить, я тоже эту тему продолжу. С другой стороны, и для ученых, и религиоведов, и для теологов, представителей какой-то религиозной традиции, они сходятся во мнении, что религиозный опыт до конца выразить невозможно. Что человеческий язык, так же, как он не приспособлен, по сути дела, для выражения реальности, квантовой реальности, то есть мы не можем себе представить и описать то, что происходит на квантовом уровне, даже на уровне элементарных частиц с помощью нашего языка. Собственно, это одна из известнейших проблем, уже даже не современной, а физики сто лет назад, она уже осознала эту проблему. То же самое касается и реальностей, которые открываются человеку в религиозном опыте. То есть мы учимся понимать ограниченность человеческого языка, мы учимся понимать его границы. И с другой стороны, мы учимся точнее и лучше понимать, что же, собственно, язык может сказать. То есть это тоже очень важный момент. Мы должны, то есть вот для религиозного, что называют, здесь уже обратно, да, вот, наверное, не религия для науки, а наука для религии, да, изучение языка, вообще языка, да, как такового, его границ, его возможности, позволяет понять, что то, что мы можем сказать о Боге, в том числе и догматически, да, это не является полным и исчерпывающим знанием. Это зачастую забывается многими верующими людьми. Вот отсюда, кстати говоря, фанатизм, да, когда вот мы считаем, что наша точка зрения единственная истинная, вот, она не может быть таковой просто потому, что человеческий язык не способен вместить всего знания о Боге, вот. И вот здесь, как раз, мне кажется, этот научный момент, научная истина, как раз может повлиять и на религиозное сознание. Касаясь, возвращаясь к физикам, у меня есть выражение, которое, как выражение, это пустулат квантовой физики, который меня потряс, когда я его пытался осознать. Лучше там так, коллапс волновой функции зависит от наблюдателя. То есть, переводя на, попытаясь перевести на человеческий язык, это означает, что сознание, наше сознание формирует материю. И света превращает в материю. И, соответственно, комбинирует ее сложнейшим образом. Это вот я есть, которое внутри тебя, и которое связано с я есть, я есть сущий, да, видимо, о чем и говорятся все великие религии. И именно так, кстати, постулата, я так понимаю, что вот этот косяк физиков, который подходит к предельным пониманиям, начинает двигаться в сторону адвайты, буддизма, где это более четко выражено, артикулировано, христианство, возможно, ислама, хотя мир ислама и физика мне пока мало понятен. малоизвестен, высокая физика. И так ли это? Вы, как религиоведы, вот это ощущение понимания, что то, о чем говорится во всех великих религиях, Бог внутри нас. Это же в Евангелии есть, это есть, ну, понятно, адвайты, буддизм, это понимание Атман-Брахман. Там ли? Там ли поиск? Или это пока? А, мы вошли в зону, где человек не вмещается, человек не умеет. Да, 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 да. Сложно выразимо. Простительно, да. Язык, где не позволяет. Вот заметили, на каждом, в каждой научной сфере, вот в лингвистике, да, вы доходите до уровня, когда понимание уже невозможно. А в физике тоже дошли до уровня, понимание невозможно. Или, скорее, выражение невозможно. Да, 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 выразимо. Вот что-то, как бы, интуитивно можно понять. А слов уже не хвастает, да. А слов уже не хвастает. Если слишком много думать об этом, можно уйти или в адвайту, или в христианство, или в сумасшедший дом. Вот как раз то самое измененное состояние сознания. Да, 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 да. Вообще, да, то есть, конечно, для религиозного сознания, конечно, в материи подластно духу. Это касается и христианства, и других религий. Собственно говоря, это один из, ну, если вот я правильно понял ваш вопрос, это, конечно, один из главных таких вот постулатов любого религиозного мышления. Сознание определяет бытие. Сознание определяет бытие, да. Ну, или даже, скажем так, ведь понятие сознания, оно все-таки немножко такое, оно порождено немножко рационалистической философией, скорее, да, но в времени. Здесь, скорее, вот термин дух, духовное, да, то есть, ведь мы не всегда осознаем то, что в нашем духе, в нашей душе, простите, происходит. Есть понятие бессознательного, да, в психологии, сверхсознательного. Попытка, да, и так далее. Попытка понятия духа в научный язык перевести. Да, да, то есть, ну, понятно, что, собственно говоря, вот сама по себе эта тема сознания, она появляется в философии нового времени, как следствие попытки человека, ну, поставить свое существо под контроль, по сути дела. Вот, помните вы, Декарт говорил, я мыслю, следовательно, существую. А моя мысль должна быть ясной и отчетливой. И, в первую очередь, я сам для себя должен быть ясен и отчетлив. Да, его, скажем так, преемник, по сути дела, Бенедикт Спиноза, ставил задачей, да, вот его главное произведение, как вы знаете, называется «Этика». Но почему это? Но оно посвящено во многом метафизическим, таким, казалось бы, совершенно не связанным с человеческой жизнью проблемам. Почему? Ну, а потому, что для Спиноза понимание мира влечет за собой понимание самого себя и место в этом мире. То есть, не зная того, как устроено бытие, ты не можешь понимать, понять самого себя и, следовательно, не можешь контролировать свои действия. Они останутся для тебя непрозрачными, они будут, ты не сможешь их контролировать. То есть, вот, собственно, сознание, это как раз прояснение вот этого самого. Все, что тебя окружает, это и есть ты. Да, да, в каком-то смысле. Познай самого себя, и ты познаешь богов и всю вселенную. Мне нравится, что мы заходим на эту границу, уже не вмещающую в человеческий ум. Я не знаю, как нашим зрителям это будет. Вот эта вот тонкая такая, к которой подходишь и вдруг останавливаешься от невозможности это высказать. Поэтому, возвращаясь к более приземленным вещам, к вашему опыту такого плана. Есть ли у вас любимые ученые, да, любимые фигуры в науке, чья научная деятельность вот была вдохновлена размышлениями о Боге? И они этого не скрывали, да, наоборот, всячески подчеркивали. Вот у каждого. У меня Лепниц, мой любимый. Потому что его постулат, они вот, ну, я просто быстро скажу, потому что, ну, раз высказался, его идея о том, что мы живем лучше из миров, что когда ты начинаешь ныть, почему Господь создал там миллиарды вселенных, да, миллионы, и меня поместил вдруг в то место, где я работаю 13 часов в день, там, да, ну, вот у меня внутренний ответ всегда такой. Если бы ты оказался в другом месте, ты работал 13 часов и одну минуту, так минимум, потому что все создано по твоим переживаниям и грехам, ну, страстям в этом мире. Ну, измени свои страсти, попытайся ее угасить, ну, изменится, значит, все остальное. Вот. И, ну, плюс Теоденция, да, и плюс идея Монад, потому что это выход из солипсизма, вот эта доктрина, когда, ну, которая сводит людей с ума, то большому счету, недаром, даже Ленин называл там Беркли, епископ Беркли там проклятым солипсистом, а Шпенгауэр, по-моему, нет, не Шпенгауэр, Шпенгауэр, да, солипсизм называл сумасшествием. Хотя, в общем-то, сам был очень близок. Вот. И... Ваш любимый ученый? Любимый? Ну, скорее, меня здесь, я не могу сказать, что есть какая-то одна фигура, которая является для меня, там, вдохновением, да, образцом для подражания или тем, кто вдохновляет меня на выбор, да, на логичные позиции. Но, в принципе, меня всегда интересовали те глыбы физической науки, да, физики, которые либо в открытую, да, позиционировали себя как религиозную личность, либо, как минимум, активно интересовались, да, этим. Поэтому здесь из... Понятно, можно уходить в историю, да, опять-таки говорить там о уже упомянутом сегодня Ньютоне, который тоже, вот, да, очень такую... сложную, да, свою собственную позицию имел. Ну, вот, не зря я, наверное, сегодня уже какой раз произношу эту фамилию, да, мне очень интересен опыт отца квантовой физики, да, вот этого великого ученого XX века Гейзенберга, о его, конечно, немножко такая тоже спорная фигура, потому что сложно говорить о его личной непосредственной там выцерковленности, да, или какой-то ортодоксальности его религиозной позиции. Ну, как вы справедливо отметили у многих, да, ученых, у естественно-испытателей, вот такая, насколько, личная, индивидуальная религиозность. Нет, мне даже гипотеза будет еще по этому поводу. Вот, и мне очень интересно, как он выстраивает, да, вот эту позицию, эту гармонию, в общем-то, это, наверное, можно назвать гармонией между естественно-научной и религиозной картины мира, да, есть много его работ, где он не скрывает свой интерес к религии, да, и можно проследить по его цитатам. То есть, с одной стороны, он говорит о том, что, конечно же, естественно-научная картина мира и результаты научных изысканий, они не должны подвергаться сомнению со стороны религии и оспариваться, да, в то же время, религии, он напрямую связывает с этикой, да, то есть религия фундирует этические установки, без этических установок человек, но не может быть человеком, да, и наука, в свою очередь, не может и не должна вмешиваться и высказывать какие-то суждения этического характера, покушаясь тем самым на вот эту область, которая фундирована религиозным опытом. То есть, вот это, с одной стороны, разделения, да, зон ответственности, но в то же время, как представитель, автор, да, вот этой квантовой физики, понимающий определенную сложность и невыразимость реальности квантового мира, да, он прибегает к религиозному языку, о чем мы уже говорили, да, к религиозной вот этой интуиции, к целостному, такому нерасчлененному, нерационализированному вот этому виденью мира, да, которую дает религиозная картина, когда это взгляд вот этот всеохватывающий, да, всеобъемлющий, что, в свою очередь, позволяет да, выстраивать какие-то ориентиры для виденья картины мира, которые позволят уже на уровне физических, да, исследований как-то вот тоже, да, задавать вот этот вектор исследования. То есть мне эта фигура интересна своей, повторяюсь, выдающей, выдающейся, выдающейся достижения в науке, да, которые вот непротиворечиво совмещаются с интересом к религиозному опыту. Когда я размышлял на тему, вот над этим постулатом квантовой физики о зависимости материи от нашего сознания, коллапсу волновой функции зависит от тебя самого, по сути, да, от наблюдателя, наблюдатель только может быть ты, и откуда вытекает доктрина, ну, прямой путь на самом деле к селепсизму, то, что Тарковский показал в своем фильме «Солярис», вот оно там было показано. Ну, ведь отсюда же вытекают все евангельские постулаты, самые такие, которые, казалось бы, не очевидны, подставь правую щеку, да, если тебя ударили по левой, это значит, просто тебе говорят, что, ну, если все вокруг это ты, твое проявление, да, бессознательное, да, в уровне духа, то если ты кого-то бьешь в этом мире, ты бьешь себя. Так же? Вытекает. Вот это вот понимание, когда ко мне это пришло, ну, это было вот ух. Ух, я вам скажу честно, вот это было ух. Вот, и когда вдруг это все совпадает с физикой, с наукой, ну, я не глубок, тем более физик, я историк по базовому образованию, и до сих пор увлекаюсь, и вдруг у меня сейчас появился инструмент, который предопределенности, который можно наложить на историю, который поверх там марсистских, ангельских представлений, там, или мальтузианских теорий на историю, и вообще других, и вдруг ты понимаешь, что это интереснее, интереснее, когда вот предопределенностью, и когда, например, пророки Даниила, ты читаешь его пророчества, которые касаются событий, которые произошли, там, спустя 300 лет, там, за войну Македонского, распад на четыре государства, и война между диадохами, думаю, как, как, удивительно, но вот немножко базовые исторические знания здесь были нужны, чтобы это понять, и у меня есть одна гипотеза, да, я вот хочу с вами поделиться, и поговорить, поспорить, вот когда ученые приходят, высокие ученые, приходят к пониманию Бога, или попытке осмыслить, да, вот видят эту силу, на самом деле, и вот граница непознаваемого, вот здесь начинается такая очень интересная, то, что Ньютон чем занимался, да, окучина, ну, оккультные какие-то вещи смотреть, эзотерика, буддизм, ну, скажем так, ну, практически всегда отсутствует идея личного спасения, любая религия великая, это же вопрос о твоем посмертном существовании, вера, что ты не умираешь, и пусть тебя это не лопух, ты, да, вырастает, ты в какой-то форме загадочной остаешься, в христианстве, ты восстанешь в новом теле, да, в буддизме в виде реинкарнации, желательно вообще выйти из этого круга, реинкарнация, почему, вот это интересно, потому что вот это естественный, естественный ум, он как бы ограничится вот только вот этой частью, да, есть сила, которую мы не познаем, да, и поэтому ученые занимаются теодетцией, да, вот они вовлечены доказательством Бога, мы уже доказывали великие умы множество раз, а для себя доказывают на самом деле, каждый раз, а вот дальше, за пределы этой идеи, на самом деле, в своих публичных каких-то вещах, пожалуй, только Паскаль, вот из тех, кого вот четко прослеживается, эта идея Паскаля, что я не лопух, после, там, и я что-то больше, чем просто человек. Да, ну вот очень, как мне кажется, вы правильно и удачно вспомнили для Паскаля, как раз, думая над ответом на ваш вопрос сейчас, мне пришла в голову известная его цитата из его знаменитого мемориала «Бог Авраама, Исаака и Акова», а не «Бог философов и ученых». То есть для Паскаля фактически было два Бога. Первый Бог — это Бог дейстической философии нового времени, которая как раз, в общем-то, и воспитала современную науку, а другой — это Бог Библии, то есть для... Ну, смотрите, в чем здесь дело. В сущности, это как раз, на мой взгляд, отражение вот того извечного конфликта науки и религии, который, ну, прослеживается, наверное, еще с античных времен. То есть религия, ну, по крайней мере, религия христианская, многие другие, ставят вопрос как раз в первую очередь личного спасения. Их не очень интересует, как устроен этот мир, да, какие у него законы. И, ну, понятно, в то время не было соответствующих инструментов, соответствующих методов, поэтому многие богословы церковные, да, оппонировали науки и вызывали на себя последствия обвинения в абскурантизме. Вот. А наука и философия — это как раз нечто совершенно иное. это путь познания, который идет, скажем так, снизу вверх, с человеческими силами подняться повыше, подняться к Богу. А христианство — это религия откровения, где Бог уже сам говорит человеку, что ему лично нужно для спасения. Он не дает ему откровения относительно физических реальностей, относительно того, как устроен этот мир и по каким физическим законам он живет. Ну вот, когда пытались интерпретировать Библию в противоположном ключе, то есть пытались искать там такие законы, ну вот, возникали известные конфликты, да, Коперник, Галилей и так далее. Ну вот, то есть, здесь суть в том, что ученый, как, значит, ученый, чистый ученый и верующий, как человек, ищущий спасение, но это просто разные интенции, это разные цели. Да, вот, с другой стороны, ну вот, какая здесь может быть, действительно, вы скажете, а как же быть с личным бессмертием, неужели ученого это не интересует? Ну вот, в Средние века и, собственно, и в Новое время, да, существовала такая вот восходящая к Аристотелю идея о том, что человек бессмертен исключительно на уровне своего разума. То есть, вот вы помните учение Аристотеля о душе, там ведь есть растительная душа, животная душа и разумная душа. Так вот, животные и растительные души, они, в общем-то, смертны. Это принцип жизни живого тела. Вместе с живым телом они исчезают. А разумная душа бессмертна, но это не индивидуальная душа, это не то я, да, которое для нас сейчас существует. Это разум. Вот разум бессмертен. Разум, который постигает те же вечные бессмертные законы, он подобен этим законам бессмертия. Ну вот, наверное, таким образом, да, то есть уже само по себе пребывание, движение в сфере вечных истин, в сфере вечных смыслов, оно для многих ученых, кстати говоря, и в 20 веке, оно является своего рода такой заменой религии. Это своего рода религия ученого. Даже Бертран Рассел, знаменитый атеист, полемист против христианства, во-первых, его родственники, его дети вспоминали о том, что ему очень не хватало религии. Он с какой-то вот такой вот тоской о ней вспоминал, но для него религия-то была математика. Вот он писал много раз, что именно в мире математики он находит вдохновение от внешнего мира, погружаясь вот в эти прекрасные вечные истины, которые он там открывает. То есть это разные интенции, разные религиозные пути, наверное. И поэтому ученые, действительно, они часто не являются, в том числе и поэтому они часто не являются такими вот последовательными и благопристойными, благочестивыми, покорными прихожанами каких-то там церквей. И вы знаете, вот с этим у меня есть такая фигура, популяризатор науки, не просто популяризатор, он действительно достаточно известный нейробиолог Роберт Сапольский. Популярный его, это Стэнфорд, популярны он ролики в Ютубе, он много выступает публично, человек, который занимается фундаментально проблемой депрессии. Очень глубоко. Генетика подключена туда, психология подключена туда, там, по сути, целый центр, наверное, по... Но это человек, который страдает глубочайшей по своему признанию депрессией, с которой он выбраться не может и путем науки он пытается решить проблему свою. Это, знаете, у Булгакова образ Понтия Пилата очень интересный, да, человек, который мается, которому плохо, человек, который облечен властью, он может быть научная власть, да, это может быть гениальный физик, может быть гениальный специалист, лингвист, кто угодно, но если тебе плохо и ты не знаешь, как эту проблему решить, и вот религия, наверное, вот как раз к этому вопросу. Если у тебя душа мается еще здесь, что он будет делать там? Интересный вопрос. И вот этот момент, когда Понтия Пилат только в присутствии Иисуса Христа, да, Йогла, Йешуа, чувствовал облегчение, вот это очень интересное переживание, поэтому, когда Евангелие от Анны я прочитал, ты царь иудейский, ты говоришь, слушай себя, в тебе внутри этот ответ есть, если тебе стало хорошо в моем присутствии, значит, как минимум, и вот этот момент, как человек начал дергаться, вообще прекрасно это, как психологию, и еще был очень интересный разговор с психологом в Казанском нашем университете, там, очень таким представительным, и он сказал, у меня верующих людей нету, ко мне верующие люди, на консультации не ходят, у них и так все хорошо, может быть, не хорошо, но недостаточно, чтобы, то есть они находят утешение в другом, и вот я тогда сейчас передаю к этому вопросу, который задам его, да, несмотря на дефицит времени, сейчас человечество пытается вот из этого экзистенального кризиса, который сама философия обозначена, ну, с чем занимался понтипилат, когда маялся, это его экзистенальный кризис, чем занимается Роберт Сапольский, великий ученый, это выходом своего экзистенального кризиса, да, и вот есть такая идея трансгуманизма, которая или, на ваш взгляд, действительно поможет выйти из этого кризиса, или не поможет, да, то есть человечество сталкивается уже не просто в личном своем переживании с этим кризисом, это все человечество сталкивается, экологические проблемы, экономические проблемы, военные конфликты, и вот есть идея с помощью современных технологий, медицины, информационных технологий создать новую землю и новые небеса, возможно, я ошибаюсь, возможно, мне поправить с идеей трансгуманизма, это возможности технологические, когда человек попадает в виртуальную реальность, в этой реальности он может находиться, пускай в своей конуре в многоэтажном доме, но вокруг будет остров Бали, там будут такие же запахи, будет шум прибоя, возможно, какие-то виртуальные ощущения, если его не устраивает человек, семья, оно видно, что процесс распада идет, у него будет роботизированная кукла, очень похожая с заданными программами, у него будет базовый постоянный доход, а время, которое человек, ну, по прежним словам, да, в священном писании, должен был посвящать в поте лица, зарабатывая свой хлеб, он может проводить за компьютерными играми, поставляться базовый доход, это какой-то набор еды фастфудовский, и вот рай, рай ли это, и что вы думаете, идея трансгуманизма, как, наверное, как высшая стадия развития вот этой научной мысли, такой секуляризированной научной мысли? Да, ну, вот, просто сразу могу прокомментировать по поводу рая, но если это рай, то, наверное, для такого среднего члена потребительского общества, то есть понятно, что там для ученого, вот, даже для того, в том числе Братасопольска, который вы обомянули, я не думаю, что для него, например, подобные перспективы, это подлинный, полноценный выход из экзистенциального кризиса, да, то есть, ну, все-таки человек привык более высокие цели себе ставить, чем просто наслаждаться на пляже где-то там и кушать вкусно, да, это вот такая вот, ну, скажем, очень огрубленная версия такого материалистического, да, рая, об этом много было написано, на самом деле, вот, даже если вспомнить известную повесть братьев Стругацких, «Хищные вещи век», ну, вот, если наши телезрители читали, то они понимают, о чем речь, собственно, как раз там, и было, ну, собственно говоря, в двух словах вы вот это пересказали, то есть, в некоем там, ну, западном, да, разумеется, книга была написана в Советском Союзе, поэтому все плохое на Западе происходит, в неком западном государстве, в общем, как раз, вот, построенным по принципам всеобщего довольства и всеобщего комфорта был просто найден такой вот наркотик, который, значит, вот, собственно говоря, дало то, о чем вы говорите. Из депрессии выводил. Из депрессии выводил, ну, собственно говоря, реализовывал, даже не просто из депрессии выводил, а реализовывал все самые вот какие-то вот там глубокие желания, да, в плане чувственных наслаждений и так далее. Ну, Хаскли. Это антиутопия, а не утопия, это не рай, это что-то другое. Если это будет осуществлено, то вряд ли человечество избавится от своих экзистенциальных проблем, а скорее их усугубит. Это достаточно очевидно. Для религиозного сознания, например, человеческий дух — это некая самодостаточная реальность. Почему опасны иллюзорные наслаждения или какие-то искусственные выходы из депрессии? Это может сказать любой психиатр, как мне кажется. Они не изменяют подлинное внутреннее состояние, они лишь его симптоматически гасят. И те проблемы, которые у вас существуют, никуда не денутся. Они просто будут загнаны внутрь. Если мы будем лечить болезнь только симптоматически, а то, о чем вы говорите, это исключительно симптоматическое лечение, то она не вылечится, она будет загнана глубже и в какой-то момент взорвется еще сильнее. Мне кажется, здесь именно такой ответ может быть. Это попытка человечества убежать от самого себя. Что даже такие атеистические философы, как Фридрих Ницше, оценивали весьма негативно, скажем так. Я, если позвольте, пару слов добавлю. Здесь звучал Убас Хаксли, имею в виду по стечению исторических обстоятельств. Сам термин трансгуманизм и те идеи, которые сейчас лежат в основе этого движения трансгуманизма, они принадлежат авторству брата Олдеса Хаксли, Джулиану Хаксли, который в своей работе в середине XX века «Новые бутылки для нового вина», вот, собственно, там этот термин обосновывает трансгуманизм, он понимает его все-таки, и он предлагал понимать, и то движение трансгуманистическое, которое есть сейчас, это чуть шире, чем было описано здесь, в виртуальной реальности, уход человека в иное, да, вот это пространство, киберпространство существования, это, скорее, такой первый и самый легкий вариант трансгуманизма, да, который, в принципе, нацелен на то, чтобы не просто подменить нашу реальность виртуальной реальностью, но технологическими какими-то средствами вообще изменить человеку, человеческую природу, когда он не будет там не болеть, не стареть, это бессмертие, ну и сейчас вот это уже такая очень проект, на который нацелено трансгуманистическое движение, достижение цифрового бессмертия, когда сознание человека предполагается быть отсканировано, да, и предполагается, что человечество будет существовать не в биологических телах, а в каких-то нематериальных носителях, да, то есть это предельно. Да, 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 то есть вот это не только бегство от какой-то окружающей нас реальности, но и бегство как бы от самой человечности, да, преодоление самой человеческой физической природы, да, да, да. Ну что ж, время нашей программы подошло к концу, я еще раз представлю наших гостей, это кандидат философских наук, исполняющий обязанности заведующей кафедры религиоведения Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Елена Владиславовна Кузьмина и доцент кафедры религиоведения того же института, слишком длинное название, кандидат философских наук Токранов Александр Владимирович. Я журналист Рустам Лафин, до свидания, до новых встреч!